Так бухать, как бухали жандармы, мало кто бухал, я вам хочу сказать. Но если ты не способен заниматься политическим сыском, ты не способен вести агентуру, а ты генерал, вот что с тобой делать? Да, в этот момент всё взрывается, всё, что плохо лежит. Значит, на всех осуществляется покушение, там вплоть до дяди-царя, помилование. Опа, котики. Это человек, который делал кандалы для охранки. Понятно, что, скорее всего, 37-й год он не пережил. Это мы знаем из следственного дела его жены. Друзья мои, как выглядят архивные работники и персональные историки, замечающие политический сыск по России? Наверное, как старые пожилые ответственные люди. Уважаемые коллеги, добрый день. Да, вот полюбуйтесь, полюбуйтесь новое поколение, которое понаехало в Питер из Москвы. Уже не очень новое. Ну, в общем, смотря с кем сравнивать. Да, мы будем сравнивать с теми самыми. Мы сегодня говорим про господина Трусевича, деятеля древолюционного политического сыска в Российской империи. И по понятным причинам в Советском Союзе ему, мягко говоря, не уделялось должного внимания. Ну, уделялось, но совсем не такое, которого он достоин. Идеологически выверено. Да, безусловно. Какую должность он занимал? Он занимал массу должностей. На самый пик его карьеры это, конечно, директора департамента полиции. Хотя это как посмотреть. Я думаю, что сам бы он по-другому ответил на этот вопрос. Так, ну, мы не случайно выбрали конкретно это место, потому что сейчас направимся, вы можете, так сказать, перейти туда, направимся к Гороховой-2, знаковому адресу в деле структуры вот этих очень запутанных. Очень запутанных. Это вообще организация полиции древолюционной России, вот не было ничего сложнее. Вот знаете, как говорил один старший коллега, вот комар писает, а вот это еще тоньше. Да, а еще мы очень круто сделали, что мы тебя не представили совершенно вообще. Просто какая-то девчонка в очках. Короче, просто архивная крыса. Да, да, ну назовись уж людям. Меня зовут Анна Лавренова, я работаю в Государственном архиве Российской Федерации. Занимаюсь я жандармами, палачами, карателями, тушителями свободы, вот этим вот всем, вот всем, что вас так жестко гнетет, мои маленькие любители политического терроризма. Ну, в общем, некоторые в курсе, что я тоже немножко уделил внимание на определенном этапе своей жизни этим замечательным ребятам. И сейчас продолжаю рассказывать об этом в ходе своих экскурсий. Хорошо, значит, вот буквально для чайников, из чего состоял политический сыск? Вот это жандармия. Значит, смотря, да, смотря какой период раз. Да, на каком этапе, давай возьмем на том этапе. Третье отделение – это одно. Нет, нет, третье отделение пока забыли, да. Ну, потому что до него, например, вообще особенная канцелярия. Нет, 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 мы туда, до царя гороха не будем. Мы не пойдем. Нет, нет. Вот, но на тот момент, который мы будем рассматривать, а именно начало 20 века, у нас мозаичное панно. То есть это цветущее разнообразие различных полицейских органов. Мы можем даже вообще отставить регулярную полицию в сторону, хотя ее тоже было какое-то невиданное множество, потому что в городе была одна, в селе другая, была какая-нибудь речная, на ярмарках своя. В общем, там просто черт ногу сломит. Но если говорить о политической… Регулярная полиция – это те, которые вот в полях ходят и ловят немелких преступников. Ну, или крупных, но не в этом дело. А именно политическая полиция, она была устроена очень интересно, потому что в крупных городах были охранные отделения. Началось все, естественно, с Петербурга, вот куда мы, собственно, направили свои стопы. Потом было охранное отделение в Москве, и затем уже в начале 20 века открылось Варшавя. Потом стараниями Зубатова и в дальнейшем его преемников, в том числе и Трусевича, сеть охранных отделений распространилась по всей России. Это было средоточие политического сыска. Они подчинялись департаменту полиции. Параллельно еще с 60-х годов существовали губернские жандармские управления. ГЖУ так называемые. ГЖУ, да. Были еще областные жандармские управления, ОЖИ, были жандармские пункты. Еще, помимо всего прочего, были жандармские дивизионы. Ну, это скорее такие армейские части. Ну, как бы мы сейчас сказали, наверное, ребята, которые с дубинками бегают, разгоняют вот это вот. Они были кавалерийские части. Были в Москве, Питере и в Варшаве. Были еще железнодорожные. ЖПУ, ЖД, это мои любимые. Это вообще мои просто муа. Мои ЖПУ, ЖД, это классные железнодорожные жандармы. Они вроде как бы жандармы. И вроде как бы они подчиняются штабу отдельного корпуса жандарма. Но при этом, вообще-то, это регулярная полиция на железной дороге. То есть их функции, они... То есть у них политический фасад, но сущность их, ну просто вот они занимаются тем же, чем занимается любая полиция на транспорте. Вот, но при этом они все красивые, в жандармском мундире все такие симпатичные. Насколько мы можем говорить, что охранное отделение это было в царской ФСБ? Я думаю, что это не очень корректное сравнение, потому что вообще термин спецслужбы, он как-то не очень туда, вот он не вяжется. И вообще на тот момент вообще жандармы занимались много чем. Вот мало кто знает, например, что они часто из-за того, что у нас не было нормального семейного кодекса, они, например, вынуждены были расследовать случаи того, что им там, не знаю, муж побил жену или чего-то такое, вот какие-то такие улаживали вещи. Я, например, нашла дело, где Айвайзовский побил свою жену, и она с помощью жандармского полковника Кнопа выпрашивала, чтобы, ну как бы, он просил императора, «возвольте мне хоть без него жить, пожалуйста, чуть-чуть, немножечко». Ей дали такое право. Покажем это здание, Гороховая 2, ну вообще это дом городоначальства, собственно, изначально сюда вот приходила Вера Засулич, стреляла в губернатора Трепова, ну и, собственно, затем ты была на новой экспозиции, я там на новой экспозиции не был. Старый меня не очень устроил, но я слышал, да, много хорошего. Там находится музей, это филиал музея политической истории, который находится у нас на Пироградской стороне, в доме Матильды Феликса Макшесинской. Поэтому и там есть инсталляция, кабинет, где вот прям показан стол, стул, вот этот стол на нем сидят, стул на нем сидят и так далее. Собственно, немножко мы топографически привязались к нашему рассказу. Хорошо, значит... И, кстати, хотел сказать еще, продолжая, о вот этой запутаннейшей схеме. Здесь нужно понять одно. В чем вообще, почему она была так сложна, громоздка, неудобна? Потому что не было единоначалия, по сути. Потому что жандармами руководили из штаба отдельного корпуса жандармов. Это фурштадская 40 у нас. Я не знаю, пойдем мы туда, видимо, нет. Нет, мы не пойдем, но на самом деле я во время экскурсии, которую там водил, пока Чернышевская станция метро не закрылась, я показывал это здание. Вот. А именно самим политическим сыском руководил департамент полиции «Контанка-16». Они как-то разделяли это, типа, по строевой части? И как-то у них какие-то формулировки были хитрые? Это была строевая, хозяйственная, вот жалование, обманзирование. Вот это все. Это все, пожалуйста, штаб отдельного корпуса жандармов. Приезжали, например, инспекция, например, и что они проверяли? Они не проверяли, как поставлена агентура. Это проверял департамент. Они проверяли, как у вас унтера рубят лозу, значит, как у вас там вычищены ли сабли, начищены ли там все, что должно быть начищено. Вы представляете, Юре лозе уже тогда доставалось. Добро пожаловать в рубрику «Высокоинтеллектуальный юмор». Я не поняла. Ну и хорошо, что ты не поняла. Значит, и не надо тебе это понимать. Может, и не надо. И вообще не надо. Ты вот в своем хорошем, правильном мире научно находишься. Нет, минуточку. А сколько? Минуточку. Я бы попросила. Да, я бы попросила. Так бухать, как бухали жандармы. Мало кто бухал, я вам хочу сказать. У нас вообще не про это. У нас про Максимилиана Ивановича. Вот он не бухал, кстати. Да, давай. Но жандармы, он, кстати, и не жандарм, он вообще из прокурорских. А вот жандармы, дорогие друзья, как это было. Как это было прекрасно и ужасно. Вот, например, такой знаменитый генерал-комиссаров. Уже будучи в высоких чинах, говорят, он напивался так, что приходилось снимать двери, чтобы вынести его. Или он, о нем говорили, но, видимо, это слухи, но не факт. Зная его, все может быть. Что он приглашал к себе барышей, которые приходили к нему в одну пальто. Непосредственно на службу. Вот так. А еще был прекрасный и ужасный герой, антигерой, ленских расстрелов такой, господин Трещенков. Так вот он тоже уже после того, его уже прятали, он под какой-то чужой фамилией сидел. Он должен был сидеть тише воды ниже травы, но при этом ничего, это ему не помешало нажраться, подраться с каким-то своим коллегой, собутыльником. Вот. Об этом, кстати, у меня тоже есть статья. И в книжке об этом написала. Так что не надо. Вот жандармы вообще классные ребята. Я люблю их грязненькими. Я не пытаюсь отстирать их мундир. Мне нравится он таким, какой он был. Да, чистенькими ты нас всех полюбишь. Ты нас грязненькими полюби. Хорошо. Перейдем к Максимочке нашему. Значит, буквально вкрас. С чего он начал? Вот так вот. Штрихами общими его начальный путь. Хотелось бы сказать, нестандартное для русского человека имя и фамилия. Вот есть какие-нибудь предположения, кто он по национальности? Максимилиан, не знаю абсолютно. Ну, потому что в то время имена вообще могли ничего не обозначать. Я тут читаю Тургенева, и там у них слуга Бонифаций. Ну, он-то его называл Бонифатий. Но вот, пожалуйста. Говорит это о чем-нибудь, да? Святой Бонифаций, на самом деле. Ну, то есть это от святого ему имя дано. Ну вот, просто на тему национальности Трусевича очень интересно писал последний начальник московской охранки Александр Павлович Мартынов. И это, кстати, книжка, которую я всем устоятельно рекомендую прочитать. Потому что Александр Павлович Мартынов был человек интеллигентный, он не просто сумел усидеть пять лет на должности и сгубить всех, кто пытался посягнуть на него. Он еще был утонченный, когда к нему пришли уже в 17-м году там обыск проводить. Значит, те, кто проводили обыск, они офигели. И после этого вышел фильетон под названием «Эстет». Значит, он был из семьи издателя. И поэтому его слог, он просто божественен. Вот я очень всем рекомендую. Потому что жандармы, они пишут обычно как-то вот... Ну, можно в этом убедиться, прочитав вот этот знаменитый сборник двухтомный. И действительно, надо сказать, что слог Мартынова, он очень сильно... Выбивается. Да, выбивается. Он, конечно, позволяет себе про Джунковского писать. Ну, он не только про Джунковского, он писал вообще про всех. И он очень подробен в том, что касается каких-то вот этих мелких служебных склог, каких-то интрижек, как он называл. Да, неважно. Возвращаемся к Трусевичу. Так вот, он писал, что Трусевич не только обладал польским именем и фамилией, но и по внешности ничем не напоминал русского. Он был светский человек такой европейский, сыщик в духе Достоевского. Значит, и ещё очень интересно, что ему всегда очень хотелось увидеть его в костюме поляков, которые пируют уловка, танцуют во втором акте оперы «Жизнь за царя». Вот, теперь представим себе это, да, и что вот это такой поляк. Ну, в общем-то, он не поляк. И выяснила я это. Ну, сейчас об этом, кстати, знают все, потому что на ВГД это форум генеалогический. Ну, все, кто хочет узнать что-то интересное, могут набрать vgd.ru и забить в графу «поиск». Там энтузиасты, такие же архивные крысы, они просто за спасибо выкладывают метрики. И они всё время подгружают метрики питерских церквей, и поэтому там открываются всякие глубины, зияющие высоты. Хорошо, а что ты там нашла? Я нашла не там, я нашла до этого, но сейчас все могут познакомиться и убедиться. В общем, Максимилиан Иванович – это сын, значит, его отец Иван Константинович. Он из Черниговского дворянства, но он из казаков. А его мать Наталья Викентьевна, она дочка Викентья Ивановича Беретти. А это Винченцо Джованниевич. Это очень известный архитектор, который в Питере много чего построил. И он ответственен за современный облик центра Киева, потому что он построил институт благородных девиц, университет. И, в общем, вот так получается, итальянец. А его, соответственно, дед, отец Викентия Ивановича Джованни, он как раз приехал из Италии в Россию. Так что у нас получается такой полуказак, полуитальянец. И больше того, он, судя по всему, я не могу никак понять, он то ли 13-й ребенок в семье, то ли 12-й. Потому что, видимо, там закралась ошибка, и мальчика назвали девочкой в одном из источников. Ну, в общем, скорее всего, все-таки 12-й. Вот. Младший. Самый младший. Самый младший. То есть его мама с папой и мамой там уже было лет 45 или больше даже. Слушай, ну для того времени, на самом деле, вот это удивительно. То, что много детей, это на самом деле не удивительно, а вот то, что выжили все дети, это действительно удивительно, потому что их для этого и рожали в таком количестве, потому что прекрасно знали, что… Не, ну там папа писал все время записки на работе, помогите, помогите мне, дайте мне какое-нибудь пособие, я аж столько не прокормлю. Ну понятно. Хоть он и был председателем Ярославской казенной палаты, но сначала он был председателем Черниговской казенной палаты, а потом Ярославской. Хорошо. Максимилиан, он родился, где он учился? Он учился сначала в Ярославле, а затем уже он поступил в училище правоведения. Правоведами был его старший брат Константин, поэтому он в этих ведомостях, он значится как Турсевич Второй. Ну, чтобы вы понимали, училище правоведения на Фонтанке, это там, где Чайковский, там, где Чижик-Пыжик где-то был, на Фонтанке его откупил, потому что правоведы как раз очень сильно… Можем обсудить миф про правоведов? Да. Жги. Да не, не будем, это уже миллион раз рассказано и так далее. Нет, а вот на самом деле нет, я полезла проверять, я думаю, ну интересно, вот эти вот, я думаю, что все знают миф про правоведов, миф про гвардию, они примерно такие же, да? Ну что, они бухали, выходили там на Пантелеймоновскую улицу? Да не эти. А? Не эти, а про то, что они были своеобразной ориентацией. А, ну это можно Мещерского почитать, что вспоминает. Ну, вот, я подумала, интересно, вот тот же, например, самый Мартынов, он же никого в своих воспоминаниях не щадит. Если есть какие-то хоть малейшие намеки, он обязательно их записывал, это раз. Во-вторых, Мартынов сделал себе карьеру, как он взлетел, как раз на расследовании такого дела, гвардейского. То есть, да, он, кстати, да, он же, по-моему, и там писал все, вспоминает. И учитывая то, что... Тогда это называлось мужеложество. Да. Что вообще политическая полиция следила в том числе и за этим, можно предположить, решила я, что у нас в документах должно что-то отложиться. Такая, думаю, ага, сейчас мы посмотрим. Ну, и что, в итоге выяснилось, что они пили, пили, да, что они посещали актрис, и там здесь дивное дело, например, которое особо никто не заказывал, что вот они бегали к какой-то француженке Финетти, ну, не конкретно... Слушай, ну все тогда бегали к французским Финетти, вот я только что записал про Гончарова ролик, там это открытым текстом пишется про кадетов. В общем, там нет такого, вот я, например, не нашла, то есть явно что-то где-то было, но там было бы ничего. Ну, короче, про сексуальные истории, ну, такая, например, про училище правоведения, это никогда особо и не... Нет, просто мне попадалось. Ну, мифами Земля полнится, просто потому что... В обществе был такой миф. Да, Мещерский, поскольку сам из этих, поэтому, может быть, с этим связано. Ну, плюс Чайковский, понимаешь, поэтому... Нет, плюс есть классная книжка Менделеева, это, кстати, однокурсник Трусевича, называется «Свет и тени моей жизни», вот, и он рассказывает, что многие из них женились, там какие-то были ребята, они бегали не к мамзелям, француженкам, они бегали аж к цыганкам, и кто-то из них даже на цыганке женился. Короче, в то время все по всем бегали. Как это называлось, как Гончаров это писал, про брать уроки любви, да, у столичных армид, вот так он это выразился красиво. На самом деле они к блядям, мы ходили к разнообразным. Ну вот про это у меня, я смотрела, всякие документы... Короче, это понятно, давай к Трусевичу. Хорошо, он учился в... Ну ничего, мы же потом можем порезать. Не-не-не, мы ничего не будем резать, не будем ничего резать. Ладно. А, кстати, вот интересная штука, куда нельзя было ходить правоведом? Кроме кабаков, там, каких-то позорных, там... Так они на самом деле все равно ходили. Нет, ну вот нельзя, вот формально. А формально нельзя, не знаю. В кондитерские, даже с родственниками. Да? Да, еще им нельзя было... Можно было посещать театр, но только в ложах сидеть, и им нельзя было аплодировать почему-то. И вообще нужно было себя вести тихо, спокойно и прямо... Ну там порядки, надо сказать, такие абсолютно ублюдские царили, то есть с нашей точки зрения, как бы, действительно, сиди ниже травы и прочее. Вот как раз... Вот всем рекомендую, меня очень сильно на этой теме... Просто Мещерский, он же консерватор, и вот как бы, ну, ему нет смысла как-то очернять это замечательное учебное заведение. Но вот, несмотря на то, что Альденбургский его основал, типа, в пику Николая Первому, потому что вот у вас бесправие, давайте училище правоведения сделаем. Но, тем не менее. Короче, хорошо, он учится... Отучился, да? Учился, да, отучился. И вот что интересно, в дальнейшем вот это семейство правоведов, это же, в общем, такой аналог английской закрытой школы. Ну, каста, да. Да, и вот эти правоведы, они же в дальнейшем, правоведы и вообще ребята, которые вот из прокурорского надзора, все эти юристы, они будут держаться вместе. И вот дальше, собственно, в жизни Трусевича это очень видно, что он с кем особенно не дружил. У него все друзья, вот те, которых он там приобрел, и кто ему задействовал в карьере? Правовед Щегловитов, он женился на его дочери. Кто у него друзья и шаферы на свадьбе? Тоже один правовед, а второй товарищ, с которым они вместе работали в Риге. То есть вот это достаточно такая крепкая правоведская семья. И что самое интересное, кстати, из правоведов же еще был... Как же его звали-то? Господи, забыла. Защитник, да. Адвокат известный, защитник революционеров. Ну их там несколько было. Нет, у него на курсе был. Ну, был Александров такой, был затем, кто там еще... Вспоминать, как его звали? Жог. Вот, который на горохе спал, кстати. Не знаю. Ну неважно. В общем, вот такие разные совершенно личности. Вот Менделеев, кстати, тоже об этом пишет. Хорошо, он отучился. Отучился, да. Дальше, и он начал с... Таких... Он начал с канцелярской должности в петербургском кружевом суде. А дальше... Там у нас сейчас находится большой дом. Вот, дальше. Он был отправлен в Ригу, где он пробыл 10 лет. И об этом, кстати, сказать очень мало... Ну, документов, понятно, почему мало, да? Потому что это все-таки Ригу. Вот. Но там он запомнился чем? Что он засадил Пришвина. Потому что Пришвин, в этот момент, он, по-моему, он учился в... Это писатель тут сам? Да, да, конечно. Тот самый Пришвин. Который зайчики, белочки, вот это все. Зайчики, белочки. Ну, вот как он начинал? Вот так вот. Это уже потом были белочки. А сначала у него было сочинение Библии, женщина и социализм, которого он перевел. Значит, и у них, по-моему, было объединение, называлось «Школа пролетарских вождей». Или вот как-то так. И что сделал Трусевич? Он на тот момент товарищ прокурора Рижской судебной палаты. И он как раз отвечал, он наблюдал за вот этими политическими, за дознаниями к политическим делам. И он что сделал? Он собрал все прошения студентов о приеме высших учебных заведений. И стал встречать там. Вот то, что у них материал взят по обыску. И стал встречать почерки. В итоге вылезли все, и он засадил всю социал-демократию, которая на тот момент вот в Риге тусовалась. Но надо сказать опять-таки про порядки революционной Российской империи, что ты вот переводишь такие труды и имеешь все возможности сесть в тюрьму. Ну, скажем так, сесть, да. Но для того, чтобы серьезно засесть, это надо было очень постараться. Потому что получить серьезное наказание нужно сделать что-то серьезное. Та же самая революционная фанатичка Фрума Фрункина, сколько раз она там бросалась на этого... Да, она с ножом бросилась. Не один раз, по-моему. Не, но самое известное, что она прямо на допросе как бы выхватила нож и бросилась. Вот. И все это закончилось, то есть и покушалась, и что только не делала. Если я не забуду, я поставлю фотографию этой Фрумы Фрункиной. Сейчас бы, мне кажется, она бы топила за вот тоже все хорошее против всего плохого и была бы такой фрик-шоу-звездой во всех левацких сообществах. Наверное. Я могла бы про нее еще рассказать в контексте Кирилл Гросс, но мы не будем сейчас. Так вот. Значит, и дальше Максимилиан Иванович делает карьеру, засадив вот этот всех, кого можно было. Ну, то есть он отличился. Отличился, да. Как тогда его заметили? О, как тогда говорили. Да, его заметили. А заметил его, к нему приезжал Дитерикс и вот тоже поездка. Ну, ты просто... Дитерикс. Ты говоришь, все такие, да, Дитерикс, это бальзам, да, известный? Ну, не важно. Короче, это тоже, тоже, насколько я помню, то есть он тоже прокурорский чин и, скорее всего, тоже правоведный. Вот это я наверняка не скажу. И все, его рекомендовали, как вот способного, дельного и умного, рекомендовали его перевезти в Петербург. Он возвращается в Петербург, а там самая жара, там Гершуни, там, значит, все-все злеет. Так, секундочку. Гершуни, это первый, значит, руководитель боевой организации эсеров, который на самом деле предшественник Савенкова. И действительно, они несколько терактов произвели успешных. Это чел, который потом умудрился бежать с каторги в бочке с капустой, что, к сожалению, сказалось очень печально на его здоровье, и он умир от того, что простудил почки. Это именно из-за бочки с капустой? Но я читал просто в одних воспоминаниях, что, скорее всего, из-за этого. Хорошо, да. В общем, это самое начало революционного террора 1902-1903 года. Да, в этот момент все взрывается, все, что плохо лежит. Значит, на всех осуществляется покушение, там, вплоть до дяди-царя, все губернаторы ходят в страхе, все министры внутренних дел, никто спать спокойно не может. И вот это вот кровавое месиво. И нужно что-то делать. И, в общем-то, в этот момент здесь требуются еще большие исследовательские изыскания по этому вопросу. Но некоторые обвинительные акты, например, его авторства, я уже сумела найти. Еще, кстати, интересно, вот какой эпитет Гершуни дает Трусевичу в своих воспоминаниях недавнее прошлое. Ой, у меня же есть книга, у меня есть эта книга еще до революционного издания, мне подарили на одной экскурсии. Вот, и этот эпитет очаровательный. Ну, понятно, что это с издевкой. Тут он говорит, что вот сидит там очаровательный, торжественный Трусевич. И что случилось? Ну, во-первых, все это некая длительная история. Я думаю, что нет смысла сейчас пересказывать все... Нет, это просто ключевые моменты. Хорошо, какой он пост занимает? Начали, давай с этого начнем. Он возвращается в Петербург. Он все время товарищ прокурора. Дальше его отправляют... Подожди, товарищ, чтобы вы понимали, это заместитель, по-русски говоря. Вот. Дальше его отправляют уже прокурором в третьем году, вот один год. Видимо, это был некий карьерный трамплин, потому что толком он там ничего не делал. А его отправляют в Новгород. Вот. И... В Великий Новгород. В Великий, конечно, да. И, кстати, сказать об этом периоде его работы есть в воспоминаниях Болотова. Болотов, это товарищ, который тогда работал там, и вот будущий пермский губернатор. Кстати, человек, который в эмиграции принял монашество, и у него воспоминания для монаха ну очень странные. Потому что у него воспоминания называются Господин Великий Новгород, и там сплошь какие-то барышни, какие-то описания, как кто с кем жил, не жил, как кто-то любовница, ходил, не ходил. В общем, а это пишет монах. Вот. Но про Трусевич он этого не пишет. Он пишет, что это очень дельный и способный человек, которого в обществе недолюбливали, как вообще и всех, кто занимался политическим сыском. Вот. И он редко бывал вообще в Новгороде, потому что он в основном был занят в Петербурге всеми этими вот террористами, бомбистами. Вот. И всячески с ними боролся. Дальше, соответственно, в 2004 году он возвращается в Петербург опять же товарищем судебной палаты, товарищем прокурору судебной палаты. Вот. И там, конечно, ну это уже прям жара. Уже пахнет революцией. Покажем прекрасного медного всадника. Да. Да, ну то есть это уже самое пекло, 1905 год. Самое пекло, да. И вот интересный есть такой моментик в его карьере. Взрыв в северной гостинице. Большая северная гостиница, это нынешняя Октябрьская, которая располагается прямо напротив Московского вокзала. Там такой господин Покатилов разлетелся на Корпуску. Господин вкатил, конечно, разлетелся. А вот его кальсоны нет. И с этими кальсонами, вернее, с пуговицами от этих кальсон, Максимилиан Иванович поехал в Швейцарию выяснять, кто это такой. Потому что хорошо, но у вас там полугостиницы разнесло там кровь, кишки, мозги, там все. А кто это был? Понятно, что мы стерили бомбу. Понятно, что сейчас кого-то взорвут. Собственно, как бы и взорвали, пока он ездил. Но они на плеве тогда готовили покушение. Да, охотились на плеве. И осталась что-то там фаланга от мизинца, рваный какой-то сюртук, вот эти пуговицы от кальсон и, насколько я помню, какая-то рваная шуба. И вот со всем этим хозяйством прекрасным он поехал в Швейцарию выяснять, что же там. Кто же это такой. экскурсия города, полтора часа самых-самых красивых видов города. Самый красивый историк Анны Гейфман писала, что Покатилов просто любил выпить и поэтому у него руки трясутся. Не знаю, насколько это правда, но... А, еще, кстати, говоря об Анне Гейфман, вышла такая Петрушка. Значит, это просто тоже к любителям, восторженным любителям всего светлого и чистого. Она где-то пишет, что у чинов политической полиции во время Первой революции возросло количество всяких душевных болезней, что вот их психологическое состояние оставляло желать лучше. Нет, ну, понятно, но она сослалась на какой-то отчет, какую-то справку департамента полиции. Я такая думаю, ну, и что, где, где? Стала искать, не нашла. В итоге стала брать все дела примерно за это время про буйное помешательство, кто-то как сошел с ума, там, еще там, взгрустнулась кому-то. А это все бледная спирохета, друзья мои. Это нифига, это они не затерроризированы в досмерти, это просто у них сифилис, третичный. У них уже там трепанема в мозгу трепыхается, и, естественно, вот они с ума-то исходят. Причем, у меня есть про это статейка, и в книжку я тоже написала, чтобы все не думали, что там, значит, как упоительные в России вечера, и вот это вот булкохрустный немножко весь дискурс чуть-чуть подприжать. Да, ну, это была, к сожалению, очень серьезная проблема. Я вот недавно водил как раз экскурсию, где показывал, если к нашей теме, где убили городоначальника нашего, господи, этого Черносотинца с немецкой фамилией из башки вылетело, и там это происходило... Фондерлаунис. Да, Фондерлаунис. Открытие клиники кожных болезней. Так вот, на самом деле, это все при Институте экспериментальной медицины, который Александр Эльденбургский открывал именно прежде всего победить сифилис. То есть, это... Это была колоссальная проблема, причем, что самое интересное, что открыли, именно вот увидели в чашке Петри, или там, где они это увидели, в микроскопе бледную трепонему, уже то ли в девятом, то ли в десятом году, ну то есть вот уже... Ну, конечно, уже врачи все понимали, они связывали это, но был еще некоторый зазот, когда, например, те же самые жандармы выходили в отставку, им надо было, чтобы им пенсию назначили от Александровского примитета о раненых, потому что, если они пострадали психически, морально, да, или головой где-то ударились, и с ними такое случилось, то им полагалась пенсия, а если ты сифилис нагулял, то другой-то нет, и там очень многие пользовались этим, и писали, да я, да вот, это было, я так тяжело служил, вот на меня откушались, мне угрожали, вот, и вот они получали. Хорошо, поехал он с этими кольсонами в Швейцарию. Поехал он с кольсонами в Швейцарию, вот он все это выяснял, ездил, он нашел место, нашел портного, который сшил это все, но, насколько я понимаю, пока он ездил, Плеве уже все. Плеве был министром внутренних дел, да, его убили. Вот, и, кстати, что интересно, там впервые он пишет, он пишет отчеты, и у меня они набраны, я хочу их опубликовать, пока еще вот мне руки не дошли. Пишет отчеты тогдашнему директору департамента полиции ВУЧу, пишет о том, как бы, что он там, где был, с кем общался, что удалось установить. Вот, и у него есть такой классный текст, вот этот вот, телеграммы, от него же очень мало осталось какой-то личной переписки, которая характеризовала бы его как человека. а только какие-то вот его эти законопроекты, там, какие-то там расследования, да, а здесь такое очень очень симпатичное письмо, как он смотрит из окна гостиницы в Швейцарии, как собирается манифестация под красными флагами, вот, и он говорит, о, под моими окнами собирается манифестация русификаторов иноземщина, то есть евреев. Наиболее, значит, самая воинственная публика стеклась из-под Бердичева, значит, но, к сожалению, у меня нет возможности сфотографировать этих приятелей, потому что многим из них я хорошо известен, вот, и, кстати, сказать, забегая немножко вперед, он еще любил фотографировать, это первое самое свидетельство того, что уже на тот момент он увлекался фотографией, потому что дальше он будет увлекаться ей еще больше. Позади нас один из первых общественных туалетов по проекту Зазерского, и там вот изначально была инсталирована система Франца Карловича Сангали, я вот недавно взял пост, показывал батарею, сохранившуюся, вот, Хайтс Керпер, которая сфотографировала дворца великого князя Владимира Александровича, именно прям оригинал, это был огонек. Хорошо, значит, он выяснил, да, в Швейцарии по поводу происхождения этих кольцов. Да, ну и в дальнейшем, кстати, про его участие во всех этих делах, тоже пишет тот же самый Мартынов, вообще Мартынов его очень любит, потому что рыбак-рыбака видит издалека, и достаточно кондовые вот эти вот жандармские офицеры, ну, они очень, они проигрывали прокурорским, потому что там прокурорский натур нудирал за дознание. и жандармерия, у них изначально были контры, то есть было масса, по-разному. Ну, была масса примеров, когда, например, масса примеров, например, когда прокуратура вставляла палки в колеса после дознания, и говорила, что на самом деле мы находим этого персонажа невиновным. Бывали, но точно так же бывали случаи, когда прокурор вставал и удалялся, чтобы жандармский офицер мог завербовать товарища, который сидел там в каких-то нажимных кандалах. Вот, так что бывали разные случаи. Хорошо, он выяснил. И Мартынов как раз пишет о нем с большой симпатией, тем более, что он ему обязан, потому что Трусевич спас его от карьеры, на первых порах, когда он еще не был таким корифеем, таким он стал позже. И он пишет, как он, будучи молодым жандармским офицером, присутствовал при допросе Степана Балмашова. Что Балмашов заходит, он весь утыкан в порохе. Степан Балмашов это студент, бывший, который застрелил министра внутреннего дела Сипягина. Мы, собственно, направляемся с вами к тому месту, где это произошло. Это был первый теракт, который признали СССР. Как раз Гершуня возглавлял бы его организацию. Он весь какой-то там помятый. И что его на тот момент поразило? Он говорит, это же государственный преступник, убийца. А товарищ прокурора достает свой объемистый золотой портсигар, угощает его сигарой и беседует с ним как просто со старым знакомым. Но, конечно, впоследствии Мартынов сам научился так делать. Это была новая методика ведения допроса, без каких-то надрывных каких-то криков. очень часто в кино показывают как жандармский допрос, они все время почему-то считают, что это как в НКВД. выбивание. Это вы как раз рассказывали, что не было. Это даже сам же народовой Лес Морозов даже писал, что никто там никого никогда не пытал. Конечно. Они были обходительны и вежливы, но, опять же, не со всеми. И вот это, кстати, тоже такой момент, где можно впасть в отчаянное булках Русти, потому что они были вежливы, с равными себе. Ну, или если это был какой-то суперопасный преступник, когда вот прям, ну, если ты с ним сейчас не полюбизничаешь, вот сейчас, я завтра министр грохну. Вот. А вообще-то, если это был какой-нибудь рабочий или вообще какой-нибудь из крестьян там какой-нибудь, ну, и никто с ним не церемонился. Но бит не били. Вот что важно. Скажем так, они своих подследственных они не били, но они могли дать зубофилеру, который для них такой же мужик. Да, это да. И это, кстати, вот то, что называется классовый характер. у нас организации политического сыска, ну, и вообще общества в целом. Хорошо. А Трусевич, например, про него вспоминали, что он очень как-то едко подкалывал дам, которые, значит, там, эти футфурии революционные. Вот он это любил. Да, ну так и вот. После Балмашова, да. Ну, давай перейдем из улицы. Ну, сказать о его роли в каждом конкретном случае, наверное, не получится. Ну, скажем так, смотри. Основное дело, это когда он вогнал в депрессию Фому Качуру, который, опять же, Гершуни того замотивировал на покушение Аболенского, Харьковского губернатора. Ну, он его, по-моему, не дострелил, он его подстрелил, но тот был ранен. Ну, тот как раз писал, что Гершуни пас его до самого финального момента. Да, он прям над ним нависал, как грозная туча. Говорит, давай, стреляй. То есть он был хороший психолог, Качура писала, он его назвал чуть ли там ни чертом, ни дьяволом, который вот его пас. Да. Да, вот. И, в общем, Фому Качуру, естественно, повязали. И дальше вот этот рабочий попадает в руки тонкого Трусевича, который вот с этим своим золотым портсигаром. Тонкого психолога. Своими... Он не очень тонкий психолог. Нет? Нет. Потому что он не умел в интриге совсем. Он на этом, собственно, он и погорел. Он либо не умел, либо не хотел, но мне кажется, что он и не умел. Вот. Потому что... А, ну тонко ты имеешь в виду, тонко воспитанного. Да. Ну, он как бы, ну, интеллигентного. Нет, он профессионал, но именно с каким-то сердцеведцем вот таким его назвать сложно. И в дальнейшем там будет много-много еще подтвердений. Хотя, опять же, да, ну какой корифей политического сыска в итоге не погорело. Я знаю только одного, это Мартынов, с которым не случилось крупного скандала, по большому счету. Потому что с Герасиевым случился, случился Азеф, да, с Заварзин там вообще просто там очень много к нему вопросиков. Ну, понятно. Он завербовал кочуру. Ну, он его не завербовал, он заставил его давать показания. И, опять же, то, что вот Гершуни пишет, вот то, насколько, какой его охватил ужас, ледяной ужас. Вот Гершуни, это же художник террора, который ни черта не боялся. И вот насколько вот его психологически он его вот этими своими действиями поломал. Вот. И за счет этого... вот на этом месте, ну, я об этом рассказал в одном из проходов. Здесь была гостиница Бристоль, где уже тезка Трусевич, Максимилиан Швейцар, точно так же разлетелся на Карпускулы, когда готовил там чуть ли не 20 бомб для вот покушения на территории Петропавловской крепости. Годовщину убийства Александра Второго. Так, чтобы немножко топографически тоже вам это в тему говорить. Хорошо, он заставил давать показания. Он заставил давать показания. И получилось сколотить дело против боевой организации, ну, против тех, кто на тот момент находился в их руках. И это дело сделало ему имя, по сути. Потому что был достаточно крупный успех. Вот. И в дальнейшем получилось как? В очередной раз, значит, уже во время революции собирается все в Севастополе после, ну, уже там, Шмидт. Уже во время революции в 17-го годе? Нет, в 5-го. В 5-го, да. А, ну, Шмидт, да. Да, Шмидт, уже там уже его все. Ну, остались только какие-то отдельные, там, бунташные матросы, значит, их обрабатывают. Естественно, там собираются всякие власти. Ну, в том числе и Трусевич. И вот на тот момент он посмотрел на организацию полиции в Севастополе, остался крайне недоволен. И он высказал свое недовольство свеженазначенному министру юстиции к Щегловитову. А Щегловитов это его будущий родственник. И это правовед, да. И, в общем-то, видимо, Щегловитов его тоже нежно любил. Потому что Щегловитов пошел к Столыпину и сказал «Петр Аркадьевич, ну, тут вот посмотрите, что делается. Вот у меня есть Максимилиан Иванович, вот он вам хочет рассказать, как все ужасно и как сделать, чтобы было лучше». Он говорит «Ну, зовите его». Вот. И таким образом вот они в Севастополе встретились. Что, с самим с кем? Со Столыпиным. Со Столыпиным прямо встретились? Вот как раз Максимилиан Иванович пришел на аудиенцию к Столыпину и в результате этой аудиенции он вышел оттуда директором департамента полиции. Причем он вообще становиться директором не хотел. Потому что понятно, что это такая должность, огромная ответственность, колоссальная, но мне кажется, что не столько это его пугало, сколько этот колоссальный, аморфный, непонятный, запутанный аппарат, которым непонятно, как руководить. Потому что, получая департамент полиции, ты получаешь власть только над одной его частью и не получаешь части над штабом отдельного корпуса жандарма. Но поскольку был Столыпин, а у Столыпина он как бы с головой дружил, Максимилиан оговорил с ним условия, на которых он соглашается с директором департамента. Он сказал, что вот я вам напишу записку, как я вижу организацию полиции в дальнейшем. И организацию вообще и департамента и вообще всего нашего дела. Если вы согласны, то тогда я тоже согласен. Такая записка была написана, она была оценена Столыпиным. И вот как раз-таки в начале июня 1906 года он заезжает в здание на Фонтанке-16. Причем он заезжает туда не фигурально, а в прямом смысле, потому что он на тот момент жил где-то то ли на Маховой, то ли еще где-то. Ну там была казенная квартира. Да. И он попросил, чтобы его поселили непосредственно в здании департамента. Ну и вот его и поселили. Так что получается, что он работал и жил вот. Ну в общем, сам Столыпин там одно время жил, когда после взрыва на Аптекарском острове. Скажи, Павел, сколько он пробыл на этом посту? Он пробыл с июня 1906 по март 1909. И за это время он сделал больше, чем, мне кажется, половина директоров вместе взятых. Он был трудоголик. Это был просто суперупертый трудоголик, который отдыхал, работая. Потому что он завел себе, он на заводе Пека приобрел себе слесарные токарные станки. И вот когда он не руководил департаментом, он точал на них детали там и что-то еще. Вот. То есть вот такое. И это ему в дальнейшем очень сильно пригодилось. Он этим семью кормил после революции. Так, хорошо. Слушай, надо немножечко шагнуть вперед, потому что почему он полетел с его поста? Он полетел с поста, потому что он был чистолюбив, самолюбив и вообще не очень любил всяких, ну, как бы... Потому что я думаю, что он метил сам на место товарища министра внутренних дел. Больше того, у него значительное количество времени было право подписи за товарища министра. Но его обскакал Павел Григорьевич Курлов. Такой нечистоплотный человек достаточно. Из-за этого человек, который так охранял Столыпина, что в итоге Столыпина не стала, как мы знаем. Ну, это еще автор одноименного Курловского расстрела в Минске. и человек, который увел жену своего подчиненного Веламова, и человек, который пытался всячески какие-то темные делишки мутить уже во время Первой мировой, там какие-то получить то ли жизнедорожные концессии, то ли еще что-то. И вот в фонде чрезвычайно-следственной комиссии уже 17-го года по расследованию действий бывших царских сановников, там есть здоровенное дело, переписка Курлова с Красильниковым. Красильников это заведующий царской охранкой в Париже. Они там исключительно там только про бабки. Там какие проценты положить. То есть вот человека интересовали бабки. Но при этом он был более пройдоха, чем Трусевич. Он делал высокопоставленные дамы. И значит пытался им как-то услужить. Ему это удавалось. Его ценили и цариц в том числе, вплоть до убийства Столыпина. А потом он же очень недолго находился в Апале, буквально где-то два года. И дальше он продолжал свою карьеру. Друзья мои, вот здесь, в этом замечательном Мариинском дворце как раз и был застрелен министр утренедел Сипягин с студентом Балмашовым. Он приехал в форме морского офицера, сказал, что у меня пакет от великого князя Сергея Александровича. Ну и в общем сделал свое дело. Спокойно, видите, зашел с оружием и убил министра утренедела. Вот это меня, кстати, тоже всегда поражало, что можно было прийти на любую аудиенцию практически. на любую абсолютно. К Столыпину можно было прийти на аудиенцию по любому вопросу. Да, причем не особенно, то и обыскивали, судя по всему, раз они таскали с собой кинжалы и что угодно и диаметр. Страна непуганных, так сказать. Хорошо. Так они были пуганые уже, в том-то и дело. И тем не менее. Видишь, не настолько пуганые, чтобы понимать эту вещь. Пойдем по этому стадику прогуляемся. Он слетел, что он делал до 17-го года? Ну мы еще не сказали, что он делал на посту директора департамента. Ну в общем, давай быстренько. Быстренько. Значит, во-первых, самое основное, к чему он стремился, это реформа полиции. Вот. И он дал толчок работе. И у него была такая комиссия сенатора Макарова. Сенатор Макаров это бывший товарищ министр внутренних дел. Пойдем погуляем по этому лабиринту. Они разрабатывали разрабатывали реформу полиции. Потому что с этим совсем барахлом вот этим запутанным надо было что-то делать. Вот. Но, к сожалению, все это уперлось в стену думского противодействия. Потому что думцы допустить, чтобы там какие-то жандармские офицеры еще какую-то власть там получили, да не дай бог. Потом им сложно было очень договориться между собой, потому что опять же, да, были представители департамента, представители штаба корпуса, представители офицеров охранки. И вот им было очень сложно нащупать вот этот вот какой-то консенсус. В итоге они между собой более-менее договорились, но как бы с думой договориться уже не получилось. Ну, собственно, как и мало кому удалось договориться с думой. Вот. Хорошо. Дмитрий Трусевич, он был больше, конечно, на стороне розыскных офицеров, он их поддерживал. И ведь в чем самая беда-то заключалась кадровая, что был корпус жандармов, это военное соединение, и там действует принцип военного старшинства. То есть, вот у тебя выслуга лет, вот ты получаешь свои ордена, вот ты двигаешься по службе, но если ты как бы не способен заниматься политическим сыском, ты не способен вести агентуру, то, ну, а ты генерал, вот что с тобой делать? Ну, как вот писал вот этот про Новицкого господи, Спиридовича. Да, вот, и они очень сильно, вот эти старые генералы, они постоянно крысились на молодых вот этих ротмистеров, они говорят, а, у тебя еще там молоко на губах не просох, ты что меня будешь поучать, а это, например, начальник ГЖУ, а начальник охранки у ротмистера какой-нибудь, у этого генерала жалований получает, естественно, этот начальник ГЖУ будет чинить там всякие препятствия. Хорошо, это у него не получилось, да? Нет, не получилось, он сделал районное охранное отделение, это своеобразные филиалы департамента полиции, которые повторяли организационное устройство партии, с которыми они боролись. То есть, вот есть какой-то округ, в котором есть партийная организация. Ну, то есть, там просто превалирует та или иная партия, потому что в разных регионах те или иные партии главенствовали. более-менее так. Дальше внутри самого департамента он слил картотеки разных делопроизводств, но это отделы. И, собственно, почему это классно? Потому что эта картотека дошла до наших дней. Картотека департамента полиции или алфавит департамента полиции, центральный справочный алфавит называется официально. Это потрясающая вещь, это целая комната, там вот эти американские шкафы каталожные, очень красивые, подлинные, которые привезли из Петрограда в Москву уже, соответственно, после революции, чтобы по ним разыскивать, кто там секретный сотрудник, не секретный сотрудник, вот это все. Вот, это до сих пор это все лежит в Гарфе, и генеалоги прям обожают ее, потому что там очень много людей сохранилось. Вот, дальше он учредил инспекторский отдел. Пойдем туда, перейдем, мы только вот сейчас машины проведут. Здесь же не положено. Ну, нам положено, да, с благими целями. Сделал журнал «Вестник полиции». Вот, в журнале «Вестник полиции» очень часто, вот если посмотреть массу вот этих подшивок, там превалирует одна тема, это служебное собаководство. И был такой товарищ Лебедев, которому Максимилиан Иванович очень помог вот с этим служебным собаководством. Они закупали вот этих всех легавых, там, или вот этих всех терьеров. Вот, и эта тема очень сильно развивалась и продолжила даже уже после его года. То есть он один из основоположников служебного собаководства в России. Да, да, по сути, да. Он имеет отношение к целой массе всяких инициатив, про которых люди вообще даже не знают, что это он. Например, еще. Например, альпинизм. Вот, но это уже после, это уже после его ухода. Вот, а про департамент, ну наверняка я что-то забыла. Ну ничего страшного, хорошо. Что-то забыла. А он способствовал внедрению дактилоскопии, например, антропометрии, вот этому все, фотографированию. Он сам вот любил фотографировать. Ну да, поэтому и способствовал. 17-й год, где он, как он встретил? В заключении. Ну еще до 17-го года хочется сказать, что когда он разобиделся на Курлова. А, еще момент. В департаменте полиции, что он делал? Он еще в 17-м году, когда уже немножко удалось потушить вот этот террор максималистов, а именно тогда максималисты представляли самую большую головную боль, и он, кстати, от них чуть не пострадал. Ну вот они мечтали взорвать как раз вот этот Мариинский дворец, заседания государства. Ну они в итоге взорвали Столыпина на Аптекарском острове, и это, кстати, произошло, вот опять же, я говорила, что он небольшой сердцеведец, небольшой психолог, потому что это произошло еще во многом благодаря тому, что в этот момент максималист Рыс, Соломон Рыс водил его за нос. Он считал, что... Ну мы не будем сейчас эту тему углубляться, потому что это долгий отдельный сюжет, там он всех за нос возил на самом деле. Он и максималистов тоже за нос возил. Ну и тем не менее, да, и только благодаря тому, что Герасимов сказал Трусевичу не ходить на последнюю встречу, он в итоге остался жив, судя по всему. Вот. Но в седьмом году, когда чуть-чуть, значит, уже притушили революционеров, он съездил за рубеж и налаживал отношения в международное полицейское сотрудничество. Он ездил во Францию, потому что во Францию куда все у нас революционеры бегут? Они все, естественно, оказывались в буйство в Швейцарии, во Франции. Вот. И он съездил уже, будучи директором департамента и пытался наладить. А ведь там страшная, там публика, пресса, да, и общественность. Естественно, они порицали взаимоотношения французской полиции и русской. Это надо было сделать очень дипломатично, очень аккуратно. И вот это, эти отношения были налажены. И в итоге, я вот когда стажировалась в Национальном архиве во Франции, я видела, что там, это называется, у них другая система организации хранения, у них полицейская, у них есть серии. У нас фонд «Опись и дело» «Лист», а у них фондов нет, есть серии. Серия F7, серия F7. Значит, вот как раз там целые коробки вырезок и всяких наблюдений за русскими эмигрантами. Очень симпатично. вот. Давай, прервемся. А, и еще, подожди, минуточку. Он еще... Надо батарейку будет сменить сейчас. Окей, хорошо. Ну, говори, давай сейчас. Он основатель, автор идеи административного обосновления Донбасса. ДНР имени Трусевича. Актуалочка. Нет, серьезно. Потому что я внезапно, совершенно в очередной раз наткнулась, что он автор идеи об организации генерал-губернаторства в центре в Юзовке. Потому что, надо понимать, что весь Донбасс, он был поделен между разными губерниями. Это Херсонская, Харьковская, Екатеринославская губерния и область войска Донского. Там не было, а это такой промышленный кластер. А теперь загуглите Юзовка, как теперь называется? Да. Вы загуглите, как называется Юзовка. И как раз-таки в шестом году там понятно, что стачки, стачка за стачкой, там сейчас просто рванет. И представители Совета съезда горнопромышленников Юга России, по-моему, я правильно назвала, такой были Авда, фон Дитмар, очень известные ребята, они как раз обратились к Трусевичу. Он входил в какое-то по горнозаводским делам присутствие, вот так это называлось, по-моему, это какая-то комиссия для фабричным горнозаводским делам, ну, как-то так. И он там с ними, значит, законтачился, и вместе они выработали вот эти основы создания этого генерал-губернаторства. И высочайшее повеление правительствующему сенату, который подписал в итоге император, оно целиком и полностью написано его рукой. Я заказывала это дело. У меня должна выйти публикация в журнале Родина, оно должно было выйти в июне, ну, что-то его отложили, ну, не знаю, в общем, должно выйти. Вот так вот. Ну что ж, друзья, мы прекрасный мостик в современности. Да. Любовь наша продолжается, батарейку мы заменили. Хорошо, значит, как он присел до 17-го года? Значит, до 17-го, нет, сейчас, до 17-го года, вот после того, как он покинул департамент, он порвал совсем все связи, порвал, ни с кем, со своими бывшими коллегами он не дружил. Причем, там такая интересная история, я даже нашла, что ему коллеги подарили вазу. Какую вазу, за сколько денег, как на нее сдавали. Это очень показательно. Ну, типа, за выслугу, да? Нет, так было принято, что дарили вазу, либо собирали деньги, гуляли в ресторане. То есть, например, те, у кого были хорошие, прямо классные отношения, тот проставлялся в ресторане. Ну, вернее, они сами, видимо, за себя как-то платили, но вот на общую сумму. Вот. И было принято, что самый начальник дает какую-то сумму, а дальше они дробились. То есть, остальные должны дать половину, там потом еще четверть, ну, в зависимости от чина. И Курлов падла. Какую-то, он такую сумму дал, не почину маленькую ему на прощальный подарок на эту вазу. А все остальные, они не давали деньги вне зависимости. То есть, они не стали соблюдать вот это процентное соотношение, а дали нормально. В итоге, там была какая-то нефритовая ваза с орлецом, что-то такое красивое. Вот. Но, тем не менее, он ни с кем потом не общался. Общался он все дальше со своими правоведами. Вот. И он сильно увлекся высокогорным Кавказом. Альпинизм. Да. Он как раз тогда началось вот это движение альпинизма. Там, естественно, везде шныряли немцы, англичане, французы. Ну и наши присоединялись. Вот. И как раз-таки он старался упорядочить, как-то организовать вот это все дело. На этом пешеходном переходе придем. Да. Вот. И так этим увлекся, что в итоге начал писать путеводитель по высокогорному Кавказу. Это гигантская, вообще гигантская тамина, полторы тысячи страниц. Причем там было все. Там было про историю края, про экономические, экономическое положение, про ресурсы, про дороги, про альпинизм, про обычаи населения. И даже какие-то небольшие словари, ну как бы словарики путешественника на местных языках. А я еще название этих языков вообще не всех знаю. То есть это какие-то вот эти кавказские диалекты какие-то. И вот этот гигантский труд он писал с перерывом на проследование убийства Столыпина. Потому что ему выпал шанс как раз отомстить своему обидчику. Но он не особенно им воспользовался, потому что можно было бы сильнее вдарить по Курлову. Как раз в сентябре 1611 года Столыпина убивает Багров в Киевском театре. И кто должен был осуществлять охрану? Это Курлов, Спиридович, Кулябка и Веригин. Кстати сказать, Веригин самый мелкий вот этот вот деятель. Это бывший секретарь Трусевича вообще-то. То есть товарищи там, видимо, занимались уже тем, что они там делили чины, награды и всякое такое за охрану высочайшего визита, а вышло совсем иначе. И по рекомендации Нейтгарда как раз Трусевича назначают... Нейтгард это вообще братья Нейтгарда это братья жены Столыпина. Урожденный Нейтгард. Они как раз рекомендовали, чтобы именно Трусевич занялся расследованием, потому что такой крупный деятель, в общем, всех там знает, все знает. И вот он как раз занимался ревизией. И есть огромный фонд в Государственном архиве Российской Федерации ревизия сенатора Трусевича. Да, естественно, после департамента полиции он был назначен в Сенат. Это стандартная практика. Очень многих директоров департамента отправляли потом в Сенат. Называли это «Склад в Сенат». Ну да. Не всем это, правда, нравилось. Потому что это более номинальная должность. Ну не у всех. Не всегда и не у всех. Сенаторские ревизии это вообще очень классная вещь. Я очень люблю материалы сенаторских ревизий. Они скрывают всякую массу всяких махинаций, махинаций, хитросплетений, расстановок сил. Например, был директор департамента полиции Гарин очень недолго перед Трусевичем. Там ему буквально несколько месяцев. Вот очень известная есть ревизия сенатора Гарина, когда слетел городначальник Рейнбот за то, что он крышевал бордели как-то не так. Это супер была. Это еще бомба. Ну да. Я рассказывал об этом. Нет. Это срок безопасности. Когда рассказывал про как раз ограбление максималистами общества взаимного кредита на Ильинке. Потому что там этот Рейнбот имел отношение непосредственно к этому обществу. Хорошо. Сидит он в Сенате? Он сидит в Сенате. Нет. Он сидел в этот момент на море. Тут ему приходит телеграмма. Неизвольте вы, пожалуйста, расследовать обстоятельства гибели Столыпина. И в итоге он расследовал, колоссальные материалы собрал. И, как он потом говорил, в 1917 году уже на допросах чрезвычайно следственной комиссии, что это была чрезвычайно сложная задача учесть все вот это, массив вот этой всей вот этой кутерьмы неразбивихи и как-то вывернуть на какую-то найти некую совокупную точку опоры всего этого дела. В итоге он сформулировал обвинение таким образом превышение власти власти. И, по-моему, только халатность или бездействие... Ну, короче, сейчас у нас это называется превышение должностных полномочий. превышение и бездействие власти. То есть, что... Ну, в общем, халатность, да, по большому счету. Конечно, его недруги бросились обвинять его в том, что он просто повторяет выводы газет. Вот. Ну, газеты-то разные писали. И потом была ревизия еще одна сенатора Шульгина, которая, в общем, повторила все то же самое и, в общем, пришла, в принципе, к тем же выводам. Вот. А дальше... Дальше... Вот он как раз занимается... А, еще интересная штука. Я нашла классный материал про то, как его ограбили. Где? Его ограбили... Он поехал... По-моему, типа возле станицы Кущевская. В Кущевке сидел такой шталмейстер Денисов. И он к нему ехал в гости. Ехал в экипаже. И он вез с собой фотографическую треногу, трость серебряную, какой-то там моток какого-то ткани и что-то. И к нему на запятки заброй залез какой-то мужик и стал выбрасывать значит из кареты вот это все. В итоге чего-то нашли, по-моему, ткань нашли, а треногу не нашли. Вот. Вот такая штука интересная. К 17-му году. К 17-му году. Да, к 17-му году. Значит, во-первых, он женился. Он женился на как раз пачерице министра юстиции Щегловитова. Она урожденная Тецнер. Тецнер, Сергей Тецнер, это государственный секретарь. Он к тому моменту уже умер. и его жена, вдова вышла замуж второй раз за Ивана Егоровича Щегловитова. Вот. Ну, как бы, с одной стороны, это, конечно, можно считать, я не знаю, можно ли это считать каким-то карьерным расчетом, потому что, конечно, Щегловитов высокопоставлен, но, в принципе, они давно общались, если он еще председатель госсовета. Но у самой невесты у нее не было никаких средств. У Щегловитова, он, говорят, мемористы говорят, что Щегловитов на всем экономил, что никто не любил ходить на обедах с Щегловитовым, потому что им там давали как три кусочка колбаски, у тебя лежали на столе. И очень дрянное вино наливали. Да, да. Вот. И он все это экономил, экономил, но в итоге в 17-м году, ну, его, по-моему, в 18-м расстреляли, а вот его жена как раз, мать Елизаветы Сергеевны, жены Максимилиана Ивановича, она, как-то, прямо ей приходилось где-то скрываться по каким-то подружкам. В итоге ее все отвергли, она просто, ее нашли просто уже в квартире, мертвой, там она много дней лежала. В общем, такая страшная смерть. Вот. Ничего они в итоге особенно не скопили. У них, правда, была красивая очень, дача на море. И 17-й год. Да, вот, он женился. 17-й год. Ну, естественно, такой человек, он не может остаться в стороне от того, что происходит вообще со страной и миру и миру в целом. Да, разгорелась Первая мировая война. А он, как мы помним, уже точал на станках, он любитель фотограф, и вообще он решил, много шок я поизобретаю. И он изобрел какую-то специальную конструкцию носилок, кислороды, генераторные какие-то аппараты, снарядил дезинфекционные отряды, заведовал отправкой подарков от Сената. И он, насколько я понимаю, еще общался с принцем Льденбургским. Они там все, как бы все правоведы, они все с Льденбургскими были на короткой ноге. Вот это дом обороны Фредерикса абсолютно перестроен в конструктивистском виде. В общем, человек, который до самого последнего момента досидел при Николае II, хотя уже немножко умом тронулся. И вот здесь как раз этот дом осаждала пьяная матрасня. Да, это известная история. Да, и жена с его детьми сидели тут и думали, кокнут нас или нет. Но не кокнут на тот момент. Вот. Ну, в общем, и он постоянно ездил на фронт. И 1 января 17-го года он также вошел в Государственный совет опять же по просьбе своего зятя в его как-то правое крыло. Ну, в общем, консервативных взглядов. Вот. Но он после этих департаментских историй и самое главное, после того, что в итоге расследование убийства Столпиной вообще никто толком не пострадал, там Кулябка, что ли, где-то только посидел, его там то ли чин лишили, я вот сейчас не помню, но Курлова в итоге помиловали, то есть вас убили премьер-министра и никто не понес ответственности. И он сказал, да пропади оно все, вот все, живите сами как хотите, я в политику больше не полезу. И действительно, он и в Государственном Совете тоже не собирался участвовать в никаких политических, да он бы и не успел, потому что тут началась революция. И он пришел собственно просто заявить о себе и сказать, вот он я. Располагайте мной. Нет, не располагайте мной, он хотел сказать, что вот я здесь и я поехал на фронт, потому что у меня там дела, я там, ну какие-то вот эти вот благотворительные его штуки. И его, естественно, заарестовали прям непосредственно в Таврическом дворце. И как и многих, там он не один такой пришел, да, за ним никто, никого конкретно арестовывать его не послали. Ну там целая группа сидела, причем в отдельном, там даже известное место, да, это где они сидели, ожидая своей участи. Вот, причем первое время им не давали даже толком вставать с кресел, им не давали нормально спать. Если человек этого того же туда привезли, подходил к окну, там, значит, караульный и начинал стрелять с каким-то адмиралом, по-моему, там случился припадок, его укололи штыком, увезли, в общем, отвратительная была ситуация, после чего спустя, по-моему, неделю их там продержали, их увезли в Петропавловскую крепость. продержали их там меньше, на самом деле, не неделю. Ну, может быть, несколько дней, но, в общем, людям пришлось... Не суть важна. Да, не суть важна. Вот, и первое время вроде было ничего, можно было носить свою одежду, у кого были деньги, можно было заказывать еду в ресторанах. В общем, все было, на самом деле, как прицаре, потому что прицаре это вообще тоже можно было организовывать себе там какой-то стол, если позволяли средства. Вот, но очень скоро это все закончилось, буквально через пару недель сменился караул, и им раздали халаты арестантские, и все, и давали только баланду из черт-тичок. Смотри-ка, пошли зайдем, мы что-то такое посмотрим. Ну, понятно, ну и плюс их начали допрашивать как раз вот... Да, их стали водить на допросы чрезвычайно-следственной комиссии под председательством Муравьева. Да, а секретарем, я напоминаю, был Александр Блок. Ну, вот за это я его и не люблю. Тьфу на тебе Блок. Да, не, ну это некрасиво. Ну, вообще, это даже более того, таким образом от армии косил. Интересно, что это такое? А, да, это просто, видишь, какой-то этот утель, на самом деле. Я помню, в детстве мы ездили в Новый Русалим, там какой-то чудотворный источник, и все, кто купался, отрывали кусок из поднего. Да? И привязывали на какое-то дерево. Я так боялась в детстве этого. Я думаю, это же они там, наверное, свои болезни оставили. Это тряпки, зараженные. Ясно. Его допрашивают. Да, его допрашивают. И допрашивают, там, надо сказать, вообще всех. Потому что загребли вообще всех и рассадили. По всему Петербургу они сидели. Вот, вернее, Петрограду. И он один из немногих, и, наверное, он единственный, кто настолько четко и бодро отстаивал право политической полиции на существование. Вообще, основные принципы работы политического сыска. Потому что остальные пытались каким-то образом выторговать себе помилование. Опа, котики. Они тут постоянно смотрели. Да, у них подстилочки. Шодэга, кошачья подстилка. Он защищал, соответственно, право полиции на существование. Вот. Я считала по подлиннику. Вообще, все протоколы допросов опубликованы в сборнике падения царского режима. Сейчас все быстренько ломанулись читать этот сборник. Я абсолютно уверен. Да, ПЦР. И поэтому, знаете, как отличить обычного человека от историка. Скажи ему, ПЦР. Если у человека первая ассоциация с падением царского режима, то все понятно. Да. Сколько он провел в тюрьме? Он провел, он сидел с марта по август. Его выпустили только в августе. Причем очень интересно. Ему все время предъявляли за то, что вот, это же было незаконно. Это же незаконно иметь агентуру. Это же как секретный сотрудник. Он же участвует в организациях. А почему вы его не арестовываете? Говорят, ну, потому что это мой секретный сотрудник. Он наблюдает. Нет, он провокатор. И вообще, вот это вопрос о провокации один из ключевых вопросов, потому что в представлении революционеров провокация это вообще все что угодно. То есть это любое секретное сотрудничество, в принципе, даже осведомительство. Ну, потому что революционеры имеют право внедрять своих агентов в царскую среду, а царская среда и вообще руководство не имеет права внедрять свои секреты. Это предательство. Так и честно. А как же клеточников? А клеточников что? Он не агент революции станет правительства. То есть они делали то же самое, революционеры, но они считали, что вот им можно, а всем остальным никак нельзя. Хорошо, его выпустили. Он сидел очень долго и мучительно. Вот. И писал несколько заявлений и прошений. А, и что самое интересное, ему все время предъявляли вот эту незаконность его действий, но сам он находился абсолютно на незаконных основаниях, потому что после того, как его перевезли в Петропавловку, они возбудили переписку. Мы покажем. И даже уже юристы временного правительства, они все сказали, ну нет, ну вообще, ребят, нет никаких законных оснований держать этого человека под замком. потому что, извините, он закончил заниматься политическим сыском в девятом году. Здесь и вот там. Хорошо, его выпустили. Вот, но совет рабочих и солдатских депутатов сказал, не-не-не, подержите его просто одной строкой. Что типа не выпускайте. И его не выпускали. без каких-либо оснований сидел там и ему не могли ничего, он не мог понять. С ним беседовали беседы всякие, да, вот на этих допросах. Но ему в итоге так ничего и не смогли предъявить и просто выпустили. Но, кстати, не только ему одному. Ну, там многим, потому что они же рассчитывали, что сейчас как-то они возьмутся, как там сейчас. что там откроются какие-то страшные злоупотребления, там трупы, кровь, там предательство. А в итоге оказалось, что ничего. Да, тот же самый Мартынов, единственное, что смогли сказать, что он якобы присвоил деньги из кассы уже, когда началась революция, а выяснилось, что он их не присвоил, он их своим сотрудникам просто раздал и все. И его пришлось выпускать. Ясно. Выпустили его в августе. Его выпустили. Он взял жену, ребенка, у него на тот момент уже, ну, в 15-м году у него родилась дочь Ирина. Вот. И они уехали в Сочи. Ну, сначала в Ясентуке, потом в Сочи. Так, мы же можем перейти, Да, да. Ну, как и многие, на самом деле, уехали на юг, думая, переждать. Он, не знаю, думал ли он именно переждать, но, во-первых, ему сильно подорвали здоровье, потому что, еще даже будучи прокурором, в его личных делах есть документы, медицинские справки, там уже все было плохо, то есть у него уже было больное сердце, всякие там эти, ну, уже нервные обстановки, сказываются. Ну, понятно, невралгия и проще, да. Ну, собственно, как и у многих. И в результате вот этих сидений все это не в лучшую сторону повлияло. Вот. Значит, в Сочи, что он стал делать? Он сказал, что с белыми вообще вот за один стол не сядут по причине их несостоятельности во всех отношениях. И действительно, с белыми он не имел никаких отношений. И он занимался чем? Он сначала стал печь булки и пирожки. Смотрите, сенатор, действительный тайный советник печет пирожки и продает. Он говорит, я столько денег заработал, я столько вообще, сенатором столько не зарабатывал. Потом, правда, мука подорожала, и ему пришлось очень быстро освоить ремесло портного. Вот. И он стал значит, шить. И участвовал в общественной жизни. Он был председателем домового комитета и, по-моему, какого-то комитета улицы, что ли, как-то так, вот, в Сочи. Но, как мы понимаем, очень скоро это все закончилось. Вот. И уже в 21-м году он был арестован. Вот. Ему предъявили, ну, уже красными, понятно, которые заняли в Сочи. Ему предъявили нерегистрацию и сокрытие звания. Потому что, естественно, они же пытались выявить всех своих потенциальных врагов. Он ничего не скрывал, но у него при белых-то никакого звания не было. Он говорит, ну, я и не служил, а что бы мне скрывать? Вот. И, тем не менее, его, конечно, Черноморская ЧК арестовала. И, в общем, что обычно делает Черноморская ЧК? ЦК цыкает, а ЧК чикает. Вот. И решили, что, ну, все, да, все, пожалуйста, приговор тройки. Вот вам место у Кремлевской стены. Но не тут-то было, потому что с ним по обыску был взят вот этот вот труд на полторы тысячи листов про высоковорный Кавказ. А они такие, это чё? Чё с этим делать-то? Чё ты-то, может, это для народного хозяйства что-то полезное? Они ему, вы, батенька, скрывали этот труд от трудового народа. Он говорит, да нет, я не скрывал, я вот, собственно, собирался опубликовать, да вот, как-то всё не вышло. В итоге они запросили центр. Говорит, как быть, мы вот хотим тут человека арестовать, мы вообще, давайте мы просто выделим комнатку, он допишет, а когда пишет, мы его расстреляем. Мы говорят, а у вас кто там сидит? Трусевич, директор департамента, ну-ка, быстрый его сюда. В итоге, естественно, его перевезли в Москву, вот, и он сидел в Бутырках, он сидел во внутренней тюрьме на Лубянке. В Бутырках, значит, ну, естественно, скорость делопроизводства была просто, просто колоссальная, то есть человек просидел полтора года. Вот, а, и пока он сидел, он же вообще не мог сидеть просто так, сложа руки. А в Бутырках как раз сломалась мастерская, потому что там все, значит, станки растащили, все разобрали, такой, сейчас все будет, и он ее починил. То есть человек просто починил в тюрьме, мастерскую, и, значит, продолжил там точать детали. То есть он все это починил? Он все это починил. Но, опять же, поскольку лет ему уже было немало, потому что он 63-го года рождения, и вынести ему пришлось по жизни много, и кормили там очень скудно, у него началось как-то малокровие, и, в общем, сердце начало сдавать. И я была в архиве, в центральном архиве ФСБ, и там в деле написано, конечно, что вот он был буквально уже на волосок от смерти, ему назначили усиленное питание, и, к счастью, вот он выкарабкался. Ну и, опять же, пока он сидел, пока все это дело шло, его все никак не вызывали на допрос. Тем временем уже амнистия уже случилась первая. Он еще посидел полгодика, и его отпустили. После этого он перебирается в Ленинград, и ему настолько понравилось, видимо, вот это слесарное все, вот это токарное, что он, опять же, на фонтанке, причем вот прям рядом с теми местами, где он учился, да, с правоведением, с фонтанкой 16, с департаментом полиции. Там где-то буквально рядом то ли фонтанка 14, то ли 17, вот где-то. Он образовал артель, которая называлась красный металлист. Вот. И он занимался, он накупил сломанных станков, починил их, и стал брать заказы в госметро. Дальше, ну, это все продолжалось не очень долго, потому что его снова арестовывают, потому что тогда в Ленинграде таким людям, как бы бывшим людям, жить не положено было. Вот. И его арестовали ненадолго, кстати, это дело я заказала, оно мне должно прийти вот-вот, вот на днях. и его высылают в Ярославль. А Ярославль это его родина. Там, где он учился. Да, что, кстати, интересно, несмотря на то, что у него было то ли 11, то ли 12 родственников, пока он полтора года сидел в Москве, он получил передачку всего два раза. Один раз от некого Цыпленкова, я не знаю, кто это такой, а второй раз от политического Красного Креста, он Пешковой написал. И все. То есть человек вообще без всего, без денег, вот прям вот как... Ну, понятно. Кстати, что случилось с его вот этим трудом, путеводителем по высокоборному Кавказу, неизвестно, потому что дальше его следы теряются. И вот одна из моих задач это как раз найти эту работу и опубликовать ее, потому что это круто. Ясно. Он приехал в Ярославль. Он приехал в Ярославль. Значит, и он опять начал чинить заводы. И, значит, он работал на текстильной фабрике Возрождения. И есть такое толстое дело, называется переписка с техником Трусевичем. Они, конечно, вообще даже не знали, кто это такой. Вот. Он чинил там станки, моторы. Все эти документы у меня набраны. И, честно говоря, это впечатляет. Вот насколько многогранен человек, что он может и расследовать убийство Сталлипина, и организовать политический сыск, и фотографировать. И вот вам, пожалуйста, и натуральный человек. И быть менеджером, управленцем, налаживающим производство. Сколько он этим занимался? Он занимался этим, по-моему, около полутора лет, с, по-моему, четвертый-пятый год. Вот где-то так, двадцать четвертый-двадцать пятый. Понятно. И что случилось? Дальше он поехал в село Бурмакино, это Ярославская область, где он тоже ремонтировал завод. Там жили кузницы-пустари, и он как раз помогал артеле. Но поскольку он нигде не скрывал своего происхождения, а вот эти все ребята рабочие, видимо, они как-то... Ну, то есть, кто-то был, кто знал его еще с Ленинграда, и при него стали распускать слухи, что вот, это человек, который делал кандалы для охранки. Вот. И они такие, о, наверное, в охранке работал, что-то делал нечисто, какой-то полицейский. Значит, ну, вот эти начались шепотки, какие-то слухи, и местные чекисты такие, о, что-то кандалы для охранки стали проверять. Такие, ё-моё, да это же сам как бы глава департамента, сам глава политического сыска. Ну, они, конечно, офигели, тут же его арестовали. Вот. И отправили его опять в Москву. В Москве опять ты. Ну, что происходит? Так, поезжай-ка ты в Пермь. Да, это административная ссылка. Вот. И с 26-го года он как раз в Перми. Причём, вот, опять же, да, к вопросу о характеристике личности. Вот его только выпустили, вот с порога, у него ничего нет. Там есть в деле, в ЦАФ-ИСБ, есть опись всего того, что у него было. Там какой-то огрызок карандаша, какой-то ремень, иконка, ложка, что-то вот такое. Вот со всем этим вот он едет в Пермь, потому что, а его, между тем, его жена с дочерью находится в селе Бурмакино без денег. Как бы, и просит, пишет в НКВД, ему, дайте мне хоть денег на билет, я до Перми доехать не могу. Вот. Причём, видимо, и далее, насколько я понимаю. и вот он приезжает в Пермь без всего, вообще непонятно, что с будущим будет, непонятно, что с семьёй. И он пишет произведение, которое называется «О внутренности земли». Как устроена земная кора, как устроено, значит, магма, ядро, где излагают все имеющиеся на тот момент научные теории, критикуют их, предлагают свои версии. Очень, кстати, любопытные. Вот. Про неоднородность, про какие-то там пещеры, как чего. Я это всё набрала. Мне сложно это оценить. Я всё время пытаюсь найти какого-нибудь геолога, который смог бы это как-то адекватно прокомментировать с точки зрения научных представлений тех лет. Понятно. Он сейчас с семьёй воссоединился? Он воссоединился с семьёй, да. К нему приехали жена, дочь, и ещё у них была... Ну, видимо, они взяли служанку, такая была крестьянка, крестьянская девушка Анна Богданова. Вот. И она с ними, вот ещё, видимо, из Петербурга, судя по всему, она вот как вот её взяли, маленькой девочке, и она с ними так и жила всю жизнь. И помогала им очень сильно, потому что им сложно было куда-то устроиться, работать, а она просто крестьянка, она могла. Сколько они там прожили? Они прожили, да они до сих пор там живут. Нет, я имею в виду Трусевич. Ну, значит, Трусевич, Трусевич в Перми, он опять попытался устроиться на завод, но он понял, что ему уже как бы лет уже не так мало. И дальше он стал ходить в экспедиции, как-то лесозаготовительные, всякие разные. А дальше он устроился работать в Пермский биологический институт, его пригласили. Он точно так же ходил в эти бетанические экспедиции, значит, фотографировал там, был счетоводом. А дальше он заведовал библиотекой Пермского биологического института и занимался международным книжным обменом. Именно благодаря его усилиям эта библиотека процветала и богатела, и она была одним из самых главных центров, где была собрана литература, именно иностранная, по биологической проблематике. Сколько он в итоге там прожил? Он прожил, судя по всему, последнего его дела нет. Понятно, что, скорее всего, 37-й год он не пережил. Это мы знаем из следственного дела его жены, потому что ее арестовали годом позже, в 38-м. И из материалов ее допроса понятно, что его арестовали где-то в середине июля, вот как так, 37-го года. А дальше ничего не понятно, неизвестно, потому что он, в принципе, учитывая вот эту проблему с сердцем в анамнезе, ему просто не дожить фактически. До расстрела мог не дожить. Ну, я мучила пермских ФСБшников, пермских архивистов. Говорю, где дело репрессива, где? Они говорят, что они не знают. Они искали, в ЦАФСБ тоже нет. Непонятно. Ну, предположим, что он все-таки умер своей смертью, пусть судьба над ним хотя бы здесь сжалилась. Слушай, ну, это, конечно, огненная история. Ты же написала книжку. Я написала книжку по мотивам своей диссертации. Она называется «Тонкая синяя линия. Жандармы общества на закате империи». Где ее можно приобрести? В интернете. Короче... Больше всего в интернете, потому что книжный вариант это очень дорого, а просто можно подоев за меньшие деньги скачать. Мы разместим ссылку на книгу Анны. Можете посмотреть. Ну, то есть вы уже поняли, что мы вам раскрыли абсолютно неизвестную личность. Ну, конкретно Анна. Да, но книжка, она не столько про него, сколько про вот этих всех. Ну, про него там тоже есть не очень много. Ну, вообще про вот этот пласт под новым углом зрения, потому что довольно долгое время понятно, и вы мундиры голубые, вот это вот все, да, и действительно, даже и в Российской империи, к жандармерии, вообще к представителям политического сыска относились с таким пренебрежением, потом и в военной среде, например, вот эти вот спецагенты считались предателем. Что уж там говорить про все остальное. Военная среда практически не давала секретных сотрудников. Да, никогда. И это была проблема, потому что, к сожалению, пропаганда проникала иногда и военную среду. Да не иногда, в общем, она так проникла, что в итоге все и закончилось. Ну, что ж, Анне пожелаем больших, ярких успехов на почве дальнейших изысканий. Как видите, человек ломает шаблоны, рассказывает про такие вещи со знанием дела, при этом являясь очень прекрасной девушкой. Все остальные прекрасные девушки, прекрасные юноши и все остальные, вот, учитесь. Ну, а я напоминаю, что мои экскурсии идут, в том числе вот по мотивам многого из того, что мы сегодня с вами обозначили. И, как правило, я, конечно, не могу там претендовать, но я знаю, что в Петербурге по поводу некоторых терактов и некоторых топографий вам никто этого не расскажет. Не потому, что никто этого не знает, просто никто этим не занимается в таком формате экскурсионном. Вот и все. Если вам интересно, приходите. Они, как правило, идут, но теперь уже еще будут и по четвергам, четверг, пятница, вечер, суббота, воскресенье, день. Книжки мои можете прикупить, три штука. Вы какие можете посмотреть на сайте. Все, соответственно, анонсы есть вот там по ссылке. Там же, еще раз хочу сказать, будет ссылка на книгу Анны. Вот, еще я хотела сделать небольшой анонс. Конечно. Потому что я с этим героем хожу примерно как сектант. Нет, сектант. Не желаете ли вы поговорить о Господе нашем? Вот. И я замучила Пермяков, естественно, потому что там его потомки до сих пор живут. Потомки его дочери Ирины до сих пор и мы пришли к вам с благим словом от Русевича. Да, да, ну примерно так. И меня все время посылают, говорят, кто, что, царский прокурор или что, репестированный. В общем, очень сложно уместить вот эту фигуру, потому что он не вписывается в традиционные какие-то вот такие кандовые, булкохрустные стандарты с одной стороны и с другой стороны. В кроваво-советские. В кроваво-советские тоже не вписывается. Вот. Но это прекрасный герой большой истории нашей, которую все мы любим. И я надеюсь, что вот этой осенью и зимой, особенно на зиму я рассчитываю, осенью должна выйти электронная выставка на сайте музея Перм-36, это музей политических репрессий. И зимой возможно мы сделаем мультимедийную выставку на базе музея России «Моя история» тоже в Перми. Ну что ж, все в Перми, ну и пермики в первую очередь следите тоже за... Ищите, ищите следственное дело, посвящите, кто ищет, кто-то найдет. Ходите в местную администрацию и спрашивайте про Трусевича. Встроим такой флешмоб. Заколебем их. Ну а это единственный способ. Да, это единственный способ. Заколебать, да. Ну что ж, на этом все. Мы прямо вообще тут исходили все, что только можно. Комментарии вот туда. Увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok